Индукция родов – это медицинское вмешательство, при котором искусственно вызывается родовая деятельность до ее самопроизвольного начала. Часто индукцию путают со стимуляцией родов. Стимуляция проводится, если роды уже начались, но родовая деятельность слабая или ее нужно ускорить. Индукция родов должна проводиться строго по показаниям, а не тогда, когда захотелось беременной или врачу. Всемирная организация здравоохранения призывает не вызывать роды на сроки до полных 39 недель без строгих показаний. Необоснованное вмешательство в природный процесс может навредить как роженице, так и ребенку. Осложнениями индукции родов могут быть гиперстимуляция матки, дистресс плода и его гипоксия. Также повышается риск оперативных вмешательств во время родов – вакуум экстракции кесарево сечения. Частота осложнений от индукции возрастает, если шейка матки не готова к родам, поэтому при незрелой шейке проводят ее подготовку. В основном практикуется подготовка шейки к родам с помощью влагалищных или цервикальных гелей, содержащих простаглодины в небольших дозах. Основными показаниями к индукции родов являются переношенная беременность. При сроке беременности 41 неделя и больше повышается риск осложнений для матери и плода, поэтому большинство врачей рекомендуют проводить индукцию. Заболевания матери, требующие срочного рода разрешения. Неконтролируемый сахарный диабет, некоторые заболевания почек, легких, неконтролируемая артериальная гипертензия, антифосфолипидный синдром. Некоторые состояния матери. Прекламсия средней степени при сроке 37 недель и более. Гестационная гипертония или гестационный диабет, которые не поддаются терапии. Хория амниотит. Воспаление плодных оболочек. Такое состояние угрожает жизни и здоровью как матери, так и плода. Поэтому проводится срочное родоразрешение. Преждевременное излитие околоплодных вод при доношенной беременности. Состояние плода. Задержка роста плода при доношенной беременности. Признаки внутриутробной инфекции. Пороки развития плода, требующие немедленного родоразрешения. Ухудшение состояния плода при резус-конфликте. Противопоказаниями для индукции родов являются аномалии малого таза, которые мешают родоразрешению через естественные родовые пути. Выраженная рубцовая деформация шейки матки. Тяжелая преэклампсия. Активный генитальный герпес. Отягощенный акушерский анамнез. Например, тяжелая родовая травма ребенка во время предыдущих родов. Предлежание плаценты. Кровотечение неясного генеза. Неправильное положение плода. Дистресс плода. Некоторые пороки развития плода. Выделяют следующие методы индукции родов. Механический метод. Этот метод предусматривает растяжку шейки матки и ослоение плодных оболочек, которые проводятся вручную. Это стимулирует выработку определенных гормонов и начало родовой деятельности. Такой метод применяют 38-40 недель, если шейка матки готова к родам. Мягкая, короткая, приоткрытая. К сожалению, именно этим методом часто злоупотребляют современные врачи, когда хотят, чтобы женщина поскорее родила. Растяжка шейки матки проводится без всяких показаний, и часто женщина даже не понимает, что происходит. Просто при осмотре, например, при поступлении в роддом, врач проводит такую процедуру. Женщина при этом может испытывать дискомфорт и незначительные болевые ощущения, и вскоре начинаются роды. И хотя механический способ в принципе безопасен, так как в организм не вводится никаких дополнительных препаратов, а плодные оболочки остаются целыми и продолжают защищать ребенка, но как и любой другой метод индукции родов, он должен проводиться строго по показаниям и согласия с женщиной. Амниотомия. Это прокол плодных оболочек, после которого изливаются воды, и в большинстве случаев в течение нескольких часов начинаются роды. Однако, если роды не начнутся, нужно будет применять дополнительно другой метод индукции, так как с каждым часом повышается риск инфицирования плода и матки. Чаще всего амниотомия не применяется самостоятельно, а используется в комплексе с другими методами, например, с введением окситоцина. Медикаментозный метод индукции родов с помощью лекарственных средств. Наиболее часто используется индукция родов с помощью окситоцина, гормона, вызывающего сокращение матки и схватки. Такой метод применяется уже много лет, не оказывает вредного влияния на ребенка, но имеет свои побочные эффекты, например, нарушение водно-солевого баланса у женщин. Последнее время часто применяют для индукции родов простаглодины, гормонально активные вещества, которые размягчают шейку, а в больших дозах также вызывают сокращение матки. В основном, они вводятся в шейку матки или влагалище в виде свечей, геля, но есть внутривенные и пероральные формы. Простаглодины более эффективны в индукции родов, но эффект обычно наступает позже, в течение 24 часов. Индукция родов – это вмешательство в естественный процесс, поэтому ее нельзя проводить только потому, что так удобнее матери или доктору. Тем не менее, своевременное родоразрешение в некоторых случаях позволяет спасти жизнь матери и ребенку или им обоим.